Продолжение следует... Мы это дело оттуда откладываем. И у нас сегодня первая наша разумная программа на СИ. Предыдущую программу мы будем считать неразумной. Заодно с кусочком разговора про некоторый инструментарий. Напоминаю, что основным пафосом того, что мы с вами делаем... О, я уже забыл, какой у нас основной пафос, пока я тут окошки перебрасывал. Вспомнил. Является то, что никакой учебник по разработке под Linux в природе не существует. Мы с вами... Весь учебник на самом деле состоит из одного единственного упражнения, которое состоит в том, что мы читаем какую-то документацию, пытаемся ее освоить пальцами, и после того, как у нас получается, ну, не то чтобы называем себя разработчиками, да, но записываем себе в наш, так сказать, чек-лист, что мы на очередном, так сказать, шаге приблизились к вот этому самому цели научиться разрабатывать под Linux. То есть изучение сторонней документации, материалов и попытка попробовать все это руками, это гораздо главнее, чем прочесть какую-то, значит, истину в последней станции в каком-то волшебном учебнике. Благо таких, в общем, не существует, а те, которые существуют, устаревают, ну, довольно быстро. Я хочу напомнить то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Кстати, есть одна проблема. Ну, ладно, будем решать ее по мере поступления. Я хочу напомнить то, что мы с вами говорили в прошлый раз, а именно о том, что собой представляет терминал, потому что в сегодняшнем нашем разговоре мы будем именно с этим терминалом и работать. Я показывал, помните, на прошлой лекции прекрасную картинку с тем, как выглядел терминал в давние времена. Можно, тем и имеет смысл еще раз повторить. Может быть, и не имеет. Не будем. Да, печатная машинка, электрическая, с рулоном бумаги. Вот. И с тех самых пор осталась метафора вот этого рулона бумаги. То есть командная строка наша с вами состоит из того места, где мы активно взаимодействуем с терминалом, с операционной системой, и истории, которая у нас тянется, 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 и является собой как бы распечатку вот этого рулона бумаги. На этом рулоне. Вот. Но, как уже было сказано, да, и, прошу прощения, и, я повторю просто, мы очень в торопях это делали на первом занятии, на первой нашей встрече. По сути, вот это вот устройство, которое называется терминал, является просто такой репликой, такой софтварной копией того самого вот железячного терминала с клавиатурой и печатной машинкой, который потом превратился в клавиатуру и электронную лучевую трубку. Вот такого рода терминала с клавиатурой и электронной лучевой трубкой я видал в количестве. Их было очень много разных. Их делали те же самые люди, которые делали электрические печатные машинки со всеми вытекающими последствиями о том, как это все должно работать. Это было очень причудливое устройство, капризное, и, главное, очень хитромудрое и разнообразное. Мы с этой хитромудрой разнообразностью сегодня встретимся, как это неудивительно. Вот. Но в конце концов, они практически отмерли. Я не знаю, существуют ли по сей день живые аппаратные терминалы, но главная фишка терминалов стоит в том, что они, в общем, передают байты. Туда байты, байты сюда. Вот мы набрали на этом вот устройстве, на клавиатуре пишущей машинке набрали байты, эти байты уехали в компьютер, компьютер их прожевал и нарисовал, а может быть и не нарисовал что-то на электронно-лучевой трубе. В данном случае клавиатурой у нас является клавиатурой нашего компьютера, которая эмулирует такое устройство, а вместо электронно-лучевой трубы у нас, видите, просто прямоугольный экранчик. Вот. Почему я так долго такую тупую вещь говорю? Потому что в действительности мы имеем возможность управлять содержимым этого экрана, даже несмотря на то, что он, грубо говоря, рулон с распечатком. То есть мы не можем взять и получить вот такую матрицу символов и работать с каждым символом в отдельности. Такой фичи нету. Наше устройство, это устройство последовательного вывода байтов куда-то, или последовательного вывода байтов с клавиатур. Но управлять, собственно, самим выводом мы можем. И мы в прошлый раз говорили о том, что смотрите, вот у нас есть команда ls, и она выдает какие-то файлы, и некоторые файлы зеленые, некоторые синие, некоторые, видите, желтые, потому что эта раскраска рассчитана на мой черный терминал, а не на вот этот белый, который мы всем хорошо видим. Да? То есть что это за синые байты такие? Никаких синих байтов нету в действительности. В действительности при работе с терминалом используются две вещи. Первая вещь, это тот факт, что сам терминал вообще не просто устройство передачи байтов туда и обратно, а что операционная система их при этом обрабатывает. Эта штука называется управляющей последовательностью. Вот. Например, мы с вами знаем, что если мы запустим какую-то программу, то ее можно остановить, нажав на клавиатуре Ctrl-C. Ctrl, простите. Ctrl это Argo такой. Да? Значит, что это за Ctrl-C такой? Это вообще говоря символ с кодом 3. Да? И мы в прошлый раз говорили, что идея клавиши Ctrl на вот тех самых аппаратных терминалах, она очень простая. У нас есть буква. У нее код, ну какой там у нее код? Я уже забыл. У нее код 43. А клавишка Ctrl обрезает вот этот битик 4. И получается просто код 3. Соответственно, Ctrl-C нам выдает символ с кодом 3. Почему этот символ с кодом 3 у нас на экране не отображается, а вместо этого убивается программа? Потому что ваше устройство под названием терминал не просто передает байты. Некоторые байты она обрабатывает. В частности, байт с кодом 3, введенный из клавиатуры, терминал преобразует в посылку специального сигнала, кажется, сиккила, тому процессу, который в данный момент вводят с этого терминала. И этим, разумеется, промышляет операционная система и то, что называется терминальная линия. Посмотреть все настройки этого дела можно с помощью командочки stty, точнее stty-all, вот, минус a. И мы увидим, что некоторые символы, которые мы вводим с клавиатуры, на самом деле до нашего, до той программы, которая их вводит, не доходит. Не доходит ctrl-c, не доходит ctrl-bx, не доходит ctrl-h, ctrl-u, ctrl-d. Вот. Да, мы помним, например, что мы можем сектер, наверное, не секкил, конечно. Вот тут сокращенец поправляет, что, конечно, не секкил, передается по ctrl-c. Что? По-моему, сектерм. Вообще-то сегинт. Или сегинт, да, да. Ну, тут написано интер, да, тут написано интер, значит, сегинт должен быть. Ну, в общем, не секкил, сокращенец прав, конечно. А пользователь еще может вот это? Да, пользователь вот это может. Все так. Мы можем, например, сказать stt-y, stt-y, что там, интер, интер, равняется ctrl-a. Или безравняется. Да. Смотрите сюда. И у нас вместо ctrl-c будет работать ctrl-a. Вот я нажимаю ctrl-a. Вот. Обратите также внимание вот на эту нотацию. Крышечка c, крышечка a. Разумеется, я не нажал здесь ctrl-c. Я здесь написал крышечка a. Но, понятно, команда с stt-y может распарсить такие тупые, такие тупые, значит, алиасы. Вот. Символы крышечка, когда они в синий, сами существуют. Существуют. Почему? Существуют. Просто такая последовательность интерпретируется, как бэкслэш-крышечку напишите, все будет хорошо. Вот. Смотрите. Значит, в чем идея? При передаче данных с клавиатуры в вводящую программу, я в качестве вводящей программы тут все время использовал программу cat для удобства, происходит дополнительная обработка этих самых байтов терминальной линии, то есть той системой, которая отвечает за функционирование терминала. Это не программы экстерм, которую я сейчас запустил, или ку-терм в данном случае. Это именно операционная система, которая говорит, ща, ты тут вводишь, но я сначала обработаю. Вот. Операционная система и вот это символы. Это значит, что, например, мы можем при вводе строки любой программы, абсолютно любой, ее редактировать. Смотрите. Опс. А строка еще не введена. Видите, cat нам ничего не выдал. то есть вот я набираю строку, эта строка лежит в буфере терминальной линии, а до программы это еще не дошло. И эту строку можно редактировать. Например, удалить последнее слово или удалить один пробелечек оттуда. Всем этим занимаются как раз вот эти настройки. Ctrl-H, Backspace. Это удалить один пробел, удалить всю строку Ctrl-U и Ctrl-W, где оно тут? Вот оно. Удалить одно слово. Короче, вот. Довольно интересная штука, которая нужна для того, чтобы, ну, какой-то минимум, миниморум редактирования ввода, даже если ваша программа это не умеет вам обеспечить. Вот. Ctrl-D мы с вами знаем, это конец файла в том случае, если этим файлом является стандартный ввод. Опять-таки, это не символ с кодом 4 является концом файла. Вот в Винде и еще там, если, ну, из вас никто не помнит, в Досе был такой символ Ctrl-Z. И если он встречался в файле, считалось, что это его конец. Конечно же, речь не об этом. Речь идет о том, что вы нажимаете Ctrl-D и вместо того, чтобы пересылать туда в вводящую программу символ с кодом 4, Linux-система говорит, файл закрыт и закрывает ввод. И программа считает, что файл закончился. Тут, конечно, я бы хотел сказать, что это именно то, про что мы не будем сейчас разговаривать, но мы про это уже поговорили. Обработка происходит также и при выводе. Например, мало кто знает, что в конце строки стоят два символа, а не один. Один символ это перевод строки, а второй возврат каретки. Перевод строки прокручивает вашу рулон бумаги на одну строчку вниз, каретка в это время остается на той же позиции, а возврат каретки возвращает ее к началу. Два символа. Но поскольку в этих ваших Linux-ах принято, что в конце строки стоит один символ, конец строки, то при выводе он преобразуется в два. Такая вот интересная штука. Мы сейчас не будем смотреть, как это в точности делается, нам просто важно знать, что терминальная линия производит обработку как при вводе и превращении, например, некоторых символов в сигналы, так и при выводе. Но сегодня будем заниматься не этим, как я уже сказал. Сегодня будем заниматься, ну вот тот сокращенец пытается наехать на Ctrl-Z как символ конца файла. Я тоже не уверен, что это именно так, но я точно знаю, что были программы, которые, встретив Ctrl-Z, просто заканчивали, как если бы это был конец файла. Да. Так вот, значит, нас интересует другое. нас интересует, повторяю, как управлять всей вот этой матрицей, понятное дело, зная, что эта матрица в действительности не является матрицей, а воспринимается как рулон, на котором уже все напечатано. Но мы можем этот рулон крутить в обе стороны и каретку в любое место помещать, а еще раскрашивать символы. Для этого и это уже не свойство операционной системы, а свойство конкретного терминала. В данном случае он у нас Qterm. Да? Вот, Qterm. Обычно я читаю лекции на X-Term, но я поленился перекрашивать его в белый-черный цвет. Мой X-Term выглядит вот так вот. И тут люди некоторые жалуются, что им плохо видно. Ну, кстати, нормально видно. Ну, на белом лучше, но я в какой-то момент вам покажу все-таки X-Term, потому что у меня есть к нему некоторая любовь. Почему все-таки нельзя воспринимать именно как матрицу? Потому что нельзя, потому что он ею не является. В смысле? Ну, вот у нас есть какая-то высота до начала? Нет. У нас весь рулон полностью той длины, которую мы задали. Так что нет какой-то высоты. Максимум, что у нас есть, это сведения терминальной линии о том, каков размер терминала. Вот он есть, смотрите. То есть, что здесь написано? Что если мы захотим позиционировать наш курсор при вывозе в какое-то место другое терминало, то мы должны ограничиваться вот этим размером 31 на 100. Если будет дальше, то курсор как бы, ну, некуда поставить. то есть, что мы можем сделать? Мы можем, давайте пример из лекции прям зашпаргали. Это, кстати, тоже, кажется, дело на вступительной лекции, но не помешает, не помешает, да? Вот смотрите, ой, смотрите. escape скобка 36 42 M Мама дорогая, это голубой на зеленом, кто такое придумал? Escape скобка M Escape скобка 46 на 31 M Ну, хотя бы так. Короче, вы меня поняли. Что сейчас произошло? Я реально вывел на это устройство раз, два, три, escape скобка, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь байтов. Эти восемь байтов, выведенные на это устройство, не вывелись как байты на экран, потому что являлись escape последовательностями, да? Так называемые escape последовательностями, это такие байтики, которые, будучи выведены на конкретный терминал, вместо того, чтобы выводиться на него, изменяют его свойства. И, видя вот это, терминал переключился вот в этот омерзительный режим, а видя вот это, вот в этот омерзительный режим. А если я скажу escape скобка просто M, то он обратно выключится. Как бы. Сейчас давайте посмотрим, как. Болт, жирный шрифт, да? Ну, 2M нету. Вот. То есть, таким образом, мы отвечаем на вопрос, что такое синие, зеленые и розовые байтики в выводе команды LS нет ничего такого, просто в тот момент, когда мы это делаем, у нас временно переключается режим терминала на вывод такого-то цвета, а потом переключается обратно. Это, кстати, легко посмотреть. Можно сказать, LS минус-минус color равняется always. вот так вот. И посмотреть, а что, собственно, там лезет. Вот они, эти последовательности. Видите? Сначала мы все сбрасываем. Escape скобка m. Я вангую, что здесь будет escape. Давайте найдем 1b, да. Вот оно. Escape скобка m. Escape скобка 0m. Сбросить все атрибуты по умолчанию. Дальше. Escape скобка 36m. Покрасить в зеленый цвет. Будет вот этот слово текст, не зеленый, наверное, этот самый, как его фамилия. Ну, какая разница, какой. Ну, вы меня, в общем, поняли, да. И так дальше все будет происходить. Сбросили, переключили в такой цвет, вывели кусочек текста, сбросили, переключили в другой цвет, вывели кусочек текста. И так до посинения. То есть в действительности на ваш терминал выводится именно вот эти байты, когда вы видите вот эту разноцветную картинку. Просто в момент вывода время от времени терминал переключается в режим, когда у него буквы другого цвета. чтобы были буквы другого цвета. А вы как думали, зачем? Ну, красиво же. Ну, можно, смотрите, можно, 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 можно не так, можно вот так вот. Можно вот так вот, пожалуйста. Хотите, можно сделать без цвета. Ну, мне казалось, так красивше. На самом деле, так не просто красивше. Так лучше работает тот элемент, который именно в интерфейсе командной строки наиболее проседает. То, что называется visual search. Да? Одно дело, когда вы видите там три имени, и можете эти три имени прочесть, и совершенно другое дело, когда вы их видите полный экран этих имен. В этом случае, конечно же, было бы удобнее их как-то разметить, чтобы ваш визуальный поиск глазками происходил по меньшему количеству элементов. Например, только по розовым, чтобы вот мультимедийные файлы, они у меня отмечаются розовым, их тут только, только, вот смотрите, две диаграммы и один mp3-шник. Причем они разного цвета. На самом деле, диаграммы темного фиолетового, а mp3-шник сверху фиолетовый. То есть, идея стоит в том, чтобы облегчить вам визуальный поиск. И для этого это все раскрашивается. Вот. Теперь относительно того, как распоряжаться всем этим прямоугольником в качестве именно прямоугольника, как выводить в произвольное место. Да. То есть, компьютер про длину этого рулона вообще ничего вообще не знает. Об этом знает, знаете, кто? Об этом знает ваш терминал про длину рулона. Только тут почему-то не написано. А должно быть. Вот. Если должно, почему нельзя воспринимать это как матрицу, вот это значение может на его шире потому что вы все равно это не видите. Зачем вам это? Зачем вам воспринимать матрицу вот ваш терминал, да, сейчас. Вот ваш терминал, да, зачем вам воспринимать, что на этом терминале находится... А, я сказал clear, там ничего нет. Да? Вот. Вот. Вот ваш терминал. Зачем вам воспринимать, что на этом терминале находится вот здесь? Вам все равно это не показывают сейчас. Или вы будете писать, а вы теперь отмотаете на 8 экранов назад, там вот нужная вам информация. Это бессмысленно. Вот. То есть я понимаю, да, что между... я понимаю ваш вопрос. Между метафорой рулона бумаги и метафорой экрана, да, остается та самая электронно-лучевая трубка с конкретным экранчиком, у которой может быть этой памяти вообще не быть. Да? Вот эта строчка после того, как она исчезает из поля зрения, она исчезает вообще. Вот. Но, тем не менее, вот этот прямоугольник вам доступен, и давайте мы что-нибудь с ним сделаем уж наконец. Вопрос был связан с тем, а как это все в памяти так принять? Вы же можем этот рулон откройте исходный код Ку-Термо и почитайте. Да? Или X-Термо, или еще там пар десятков терминалов, которые это делают. Это уже реализация этой метафоры, понимаете? Нас интересует стандарт, по которому мы работаем. Вот. Значит, 10-10H, да, Х-Х большое позиционирование, очень хорошо. Давайте посмотрим. Escape скобка, ну скажем, 10, точка запятой 10H, и сразу давайте напишем что-нибудь вот такое, чтобы было хорошо видно. в этот момент отвернулись. Вот оно. У нас курсор переместился на строчку 10 и колонку 10. То есть, теперь у нас ввод и вообще весь рулон отмотался, и мы прямо поверх предыдущего пишем, ну скажем, Escape скобка, G большое. О! Escape скобка, G большое, это очистить все вниз. Вот. Escape скобка, там, не знаю, сначала номер строки 3, потом номер столбца 20, H забыл. Escape скобка 3, 20, H большое, G. Да, значит, ваше устройство, и этим свойством, этим же свойством обладали аппаратные устройства, такого рода последовательности не выводит, а интерпретирует в частности вот это H большое для конкретного терминала означает перемещение курсора вот сюда. Таким образом, мы можем сделать что? Мы можем совместить наше желание работать с матрицей и умение терминала, как бы, он матрицу-то не помнит, терминал не помнит вот про все эти цифры, мы как бы их вывели и вывели, их уже напечатаны. Но он может перемещать курсор в любое место. Что это означает? Это означает, что если мы напишем специальную библиотеку, которая помнит эту матрицу, а потом выводит ее из кейп-последовательности терминала, то мы сможем использовать весь вот этот прямоугольник как рабочую область и сделать так называемый текст-юзер-интерфейс туй. Именно так. Давайте я посмотрю, нужно ли было еще что-то рассказать. Бонус. То есть без этой библиотеки терминал о своей истории вообще ничего не знает? Все наоборот. Терминал всегда все знает о своей истории. Это мы не знаем. Система операционная ничего не знает об этой истории. С этой библиотекой происходит другое, потому что библиотека сама хранит вот эту матрицу всегда и просто отображает ее на терминале. Бонус. Бонус состоит в том, что совершенно необязательно этот терминал должен быть текстовым. Он может быть графическим. Есть, были, по крайней мере, устройства, которые точно так же управлялись escape-последовательностями, но при этом что-то рисовали. Например, давайте скачаем этот файл, скажем ему кат. вот он скачался. То есть ключевой характеристикой терминала является то, что он управляет escape-последовательностями? Да. Двумя, да? С точки зрения операционной системы терминал это не просто ввод-вывод байтов, но еще их преобразование, например, в сигналы, чтобы управлять процессами? Да. Ну, да. А с точки зрения приложения, которые эмулируют терминал, это еще и управление escape-последовательностями. Ну, что? Давайте сделаем так. Что там у нас? Загрузки были? Загрузки. Загрузки. Как файл назывался? Как-то он назывался звездочкой. Тек, я думаю. Что, нет? А, он хрен знает, где лежит. Секундочку. ETC, FVV, UN, Downloads. Во. Вы это видите, да? Это графический терминал. Точнее, это эмулятор графического терминала, на котором можно рисовать векторную графику с помощью escape-последовательности. Давайте посмотрим, как этот файл выглядит. Ну, он довольно большой, но тем не менее. Это просто, просто вектора. Ну, она, формат не пиксельный, да, формат векторный. То есть, вот, мы могли сейчас вот эту штуку попробовать увеличить. Вот, видите? Вот. Так были устроены прям железные терминалы, они назывались Tektronic 4014, вот, на них прям рисовали. Единственный из Linux-овых терминалов, который в это умеет, это X-Term, я его именно за это люблю и за это показываю. Но, понятное дело, в Real Life это не используется почти никогда, за одним маленьким исключением. Был у нас на факультете очень доставучий чувак, который пришел ко мне и сказал, я не хочу изучать графику, но мне нужно рисовать для моих опытов картинки. В Linux-е графику изучать не хочу, но картинки хочу рисовать. Нарисуй за меня. Я сначала по дуре согласился, потом выяснил, что так делать не надо. Вот. Значит, и в какой-то момент меня осенило. Я говорю, чувак, вот тебе Tektronix, эмулятор Tektronix, там какие-то последовательности, ты просто в своем C пишешь printf, и у тебя все рисуется. И помогло. Вот. Такие дела. Это был бонус. Да, кстати, я собираю Xterm в репозитории CZF от Linux Team, и там у меня куча примеров еще есть всяких интересных, не только карта мира, там много примеров. Есть ли там типа Tider, не знаю. Знаете слово типа Tider? От слова T-pot, чайник. Чайник Aider. Я не помню, как он пишется. Похоже, никак. Ну ладно, не буду тогда гуглить. Короче, это самое первое из трехмерных изображений, вот, и она есть в формате Tektronix в виде варфрейма. В действительности такая библиотека, которая совмещает наше представление о терминале, как о матрице, и реальная способность терминала. Ой, тут прям чатик пошел. Тут вот сокращенец обманывает народ, говорит, что я читаю лекции в высшей школе экономики. Нет, больше не читаю. Это был один год, когда я с ними сотрудничал. у нас не очень сложилось, к сожалению. Тут замечают, что в современном мире такое тоже есть, когда устройство отображения текста не является непосредственно матрицей с непосредственной записью туда. Например, электронная бумага так устроена. Если мы помним, электронная бумага вообще способна хранить то, что на ней нарисовали, и мы никак и не можем получить это оттуда. Нарисовать можно, а понять, что там нарисовано обратно нельзя. И нужна какая-то софтварная прослойка, которая будет помнить, что мы нарисовали на электронной бумаге, и время от времени все оттуда стирать. Отлично. Спасибо, Дмитрий. Это хорошая, так сказать, иллюстрация того, как в современном мире это все еще существует, потому что с терминалом то же самое. Вот. Так вот, эта библиотека существовала с незапамятных времен. Вот. Она называется Курсис. По ней есть немножко разных... Оу, боюсь, что нам здесь не покажут. Это я не проверил. Надо поменять. Боюсь, значит, по ней есть немножко разных ресурсов, которые показывают, как на нем, на этом самом курсе программировать. Вот. Давайте мы здесь... Ну ладно, я потом поменяю. Вот это вот ссылка на учебник на русском языке по Курсис. Правда, это очень старый учебник по очень старому Курсис, но тем не менее он относительно верный. Вот. Это и есть та самая библиотека, которая совмещает наше представление о том, что экран прямоугольный с возможностями терминала выводить в произвольное место, но не помнить, что вывез. Вот. Реализация Курсис современная, свободная, это N-курсис. Ее пишет тоже чувак, который пишет экстерм, поэтому опять-таки я немножко про нее знаю хорошо. Вот. Немножко хорошо. Что? Да, этот самый господи, склероз. Ща. Этого человека стоит назвать. Томас Дики. Пока я вспоминал, как он зовется, его зовут Томас Дики. Вот он делает экстерм, он делает энкурсис, он делает что-то еще из известного. Вот, кстати, из известного кажется больше ничего. Да. А, извините, он делает линкс. Так, на секундочку. Ну, короче, вот. Такой очень олдовый чувак, прям вот из прошлых времен. Вот. Значит, в чем главная проблема подобного рода библиотек? Главная проблема стоит в том, что это на экстерме, то есть на конкретно этом терминале эскейп последовательности, который перекрашивает в нужный цвет буквы, композиционирует курсор, выглядит как то, что мы писали эскейп, скобка, там, две координаты h. Поскольку, вспоминаем начало нашего разговора, терминалы аппаратные выпускали компании, которые выпускали печатные машинки, их представление о том, как это все должно работать, было, ну, удивительно разнообразным. поэтому первым делом пришлось собрать некоторую базу данных о том, что, какие терминалы умеют и какими эскейп последовательностями эти умения обеспечиваются. То есть, если сейчас сказать инфо-ЦМП, то мы увидим, мы увидим список всевозможных свойств терминала, который определяется как x-term на 256 цветов. Кстати, ложно. Он, q-term не умеет все, что умеет x-term. И будет написано, какие разные штуки этот самый терминал умеет, вот здесь вот, что умеет, а это как эскейп скобка 5M. Значит, вот здесь написано, что моргание текста, моргающий текст включается в такой эскейп последовательностей. Давайте проверим. Мне самому интересно. Кстати, не факт, что он умеет. умеет. Ну вот. Я поверил, а оказалось правда. Кстати, обратите внимание на то, что когда я вышел в подсказку Шелла, вот это моргание сбросилось. Почему? Потому что Шелл сам раскрашивает и ресетит все эти картинки. Видите, он тут жирный включил. Что это значит? Это значит, что он тоже вот сюда напихал эскейп последовательности, которые управляют тут вот подчеркнутый, а вот тут жирный. Видите, да? Вы говорите внутрь своей ладони, возможно, она вам... Никак. Ну в смысле, оно уже закончилось. А этот кусочек текста мигает, да. У вас такая мигающая бумага в этом месте. Не, ну если вас это бесит, можно сказать, это клер. Кстати, клер, знаете, что это такое? Это эскейп последовательность. Вот. Инфо-ЦМП. Обратите внимание, что в инфо-ЦМП описывается не только управляющие, то есть эскейп последовательности, которые управляют нашими терминалами, но также на букву К начинается описание того, что будет, когда вы нажмете клавишу, например, функциональную, или клавишу Delete, или клавишу Insert и так дальше. Потому что вспоминаем терминал, это устройство передачи байтов. Буква А соответствует байту А, чему соответствует клавиша F4. Правильный ответ. Хрен его знает, зависит от конкретного терминала. Давайте поищем KF4. KF4. Вот тут написано, что Escape OS. Ух, я сомневаюсь, неужто это так? Давайте проверим. F4. Зря я сомневался. Это я сейчас F4 нажал. То есть, та клавиатура, которую терминал вообще понимает, в действительности, когда вы по ней пляшете. Вы просто передаете байтики. Никакого байта F4 не бывает, разумеется. А бывает, что? Какая-то последовательность, которая посылается туда, вот в данном случае Escape OS. Ну, вот так он, так написан, да, там, давайте F12 нажмем. Escape скобка 24 тильдочка. F11. А F11 это управляющая последовательность, блин, ну, короче, F11 не работает. Ну, хорошо, F10, F10, 21, F9, F8, F7, F6, F5, F4, Insert, Delete, Page Up, Page Down, ну, вы меня поняли. Это я клавиши нажимаю. Таким образом, очень легко написать программу, которая не просто работает, а еще и обрабатывает нажатие клавиши Page Up, Page Down, F100, ну, короче, все их. С одним маленьким исключением. Вы должны вот это знать заранее. В разных терминалах все вот это, все вот это совершенно разно. Программу написать сквеси, в которой мы будем запускать даже в терминале? Да, в любом терминале. Ну, или в этом терминале, если вы туда гвоздями прибьете конкретно Escape последовательности, как это делают разные наивные молодые линуксоиды. Наивные молодые линуксоиды прям вбивают вот эти Escape последовательности в код программы одного из этих, один из этих наивных молодых линуксоидов сейчас работает фирмой Microsoft, зовут его Ленат Поттеринг. Я собственноручно выпиливал из его кода пробитый туда Escape последовательность, который работает только в некоторых терминалах, прямо в код. Вот, не знаю, зачем он это сделал. Библиотека, вот это, она, по сути, строит интерфейс для того, чтобы его записывать. Да, более того, помимо, значит, как видите, это даже еще мы до библиотеки не дошли, это база данных, она довольно здоровая. Ну, то есть, чтобы библиотека работала, им нужно знать, да, 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 но эта база данных есть, абсолютно во всех линукс-системах она по умолчанию ставится. Вот он. X-Term минус 26 калор, тут, к сожалению, плохо видно. Это Simlinkon X-Term плюс 266 калор, я уверен в этом. Да не BIN, а BIN, но ну короче, вот, да, вот в этом файле в бинарном виде лежит вся вот эта вот байда, которую мы сейчас видели. Мы можем, кстати, посмотреть, ну, какой-нибудь абсолютно иной. 14.14. О, ну тут, правда, ничего нету, он как текстовый терминал ничего не умеет, Tektronix. Ну хорошо, WT52. Это мой терминал, с которого я начал знакомство с терминалом, нет, не с него, но с ним я очень много возился. Видите, абсолютно другая картина, да, абсолютно другие эскипы последовательности управления, абсолютно все другое. и функциональные клавиши другие, и позиционирование курсора другое. Тут вообще все довольно жестоко, там выводится символ с кодом, не число выводится, а символ с кодом, равным оппозиции курсора. Плюс еще код пробела, чтобы можно было, ну, короче, вот. Это что касаемо базы данных терминала, соответственно, инфо-цмп вам покажет это. Кажется, есть еще команда тпут, которую можно сказать вот так вот. Куб, ну, скажем, 10, 10. Куб это курсор позишн, эхо. ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз он просто выдал ту самую escape-последовательность, escape, скобочка j, которую мы тоже делали, да? tput. Вот этот tput позволяет не escape-последовательности задавать, а выполнять это кроссплатформенно для любого терминала, вот если есть курсор position, он его сделает, да, там... Да, что мы еще можем? Ну, мы можем сколько угодно, их тут 235 разных вариантов. Ну, в общем, вы меня поняли. А, вот, SMSO. SMSO — это setModStandOut. StandOut — это такой по умолчанию способ конкретно выделить, чтобы вот то, что вы выводите на экран, было выделено. Но оно выделено белым по черному, а не черным по белому. Ну и так дальше. Сейчас. Забыл. Ну, может, там и не нужно этого всего. SMBold. Ул. Во, это подчеркивание. Обожаю слово painter вместо слова print писать. О, видите? SMOD underline. Ну и так дальше. Но это все присказка. Сказка будет впереди, и пора за сказку приниматься. Сказка будет состоять в том, что с библиотекой inCurses можно взять и написать программу, которая буквально состоит из, вот, по минимуму из трех строк. Ну, пускай пяти. Да? Значит, берем inCurses, запускаем режим прямоугольника. Позиционируем курсор в какое-то место. Рисуем строчку. Причем, обратите внимание, это не та, чтобы print, да? Это именно добавить строчку вон туда. В этот самый прямоугольник. На это прямоугольное на нечто. Да? Ждем ввода. Закрываем окошечко. То есть, останавливаем режим прямоугольника. Давайте эту штуку напишем. Так. Ща. Вот. Ну, по привычке уже пы. Да? Что мы, значит? Итак. Сделано, что нам не понадобится, потому что мы вводим ввод. И мы весь вывод будем делать туда. Значит, вместо него мы будем делать inCurses. Вот. Че там? initScr. Надо. Дальше. Дальше нам нужно что сделать? Дальше нам нужно скопировать. Да. Обратите внимание, lines и calls это константы, которые приезжают. Это не константы. Это переменные, которые к нам приезжают в этот курс, и равны они вон тому, о чем вы спрашивали. Размер у экрана. Разумеется. Да? Так что давайте сделаем типа move lines пополам. Для того, что отображено. Да, да, да. Того прямоугольника, который считается видимой областью. Columns. 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 Пополам. Переменные умножения работают? Нет. Это именно переменные c. Вы что? Мы на c пишем. Вы пропустили момент. Нет, это не переменное окружение. Он ходит к конкретно, господи, это называется не YOKTL, а в случае терминала термиуса. Он ходит к терминалу, спрашивает у него через операционную систему, какой у тебя размер терминала и оттуда получает эти. Каждый раз, когда мы запускаем эту штуку. Ну, на самом деле, на самом деле не только, но в данном случае никс карп. Нет. Нет, я думаю, что, хотя черту знает, может быть. Может быть. Врать не буду. Ну ладно. Чего? Да, значит, что мы хотим? Мы хотим adString. Точно adString? А, я все уже сказал, что надо, да? Вот. Гетч. Ну и этот самый Yendwin, по-моему. Что? AdString, да. Вот. Именно поэтому, наверное, ничего не сработало. Так. Окей. Пробуем его откомпелять. Он говорит, это что такое? Что я сделал не так? Я забыл сказать библиотеку, с которой все это надо скомпилировать. Вот другое дело. Давайте посмотрим, как это выглядит. Ужаснитесь. Как выглядит компиляция на самом деле? Запускаем компилятор. Потом, ща, где тут? Компилятор. Компилятор. Выше. Еще выше. Вот. Это опция сборки. Запускаем компилятор. Сначала. Да. Вот. Вот компилятор. Запустился. Он собрал нашу библиотеку, нашу программу с модулями для старта. Где тут? Вот. Нет, это мой. Это модуль. Нет, еще нет. Просто собрал. Модуль для старта будут позже. Дальше он ее должен сассемблировать. Да, вот он, ассемблер. И получить, соответственно, объектный файл. Дальше он, значит, объектный файл должен скомпоновать с... Вот. И вот тут вот как раз будут объектники. Старт. Обслуживание терминальной линии той самой. Вот. Еще что-то. Короче, целая куча всего. И где-то в этом вот безобразии еще и наш файл затерялся. Я его и не вижу. Вот. Вот. Ну да ладно. Скомпоновали. Получаем файл. Ой. Давайте мы, что ли, вот так вот сделаем. Вот. Вот. В результате мы получаем файл a.out. Если мы не указываем имя вводного файла, то это будет a.out. А? А? Обратите внимание на то, что экран очистился. Мы запустили... Ну, это так по автомату делается. Обратите внимание на то, что позиционирование произошло туда, куда мы сказали. И теперь он ждет ввода. Сейчас мы нажмем Enter и все закончится, потому что так написано программой. А можно? Да, конечно. Не спрашивайте, можно ли вопрос. Задавайте вопрос сразу. Пожалуйста. Вот. А можно ли как-нибудь на окно вот этого терминала вот воздействовать из запущенной программы? Да, конечно. Ну, собственно, ради этого все и как бы... А, в смысле, на какое окно? Что вы имеете в виду? То есть как можно управлять самим терминалом? Ну, вот можно ли написать такую программу на C, которую мы пропишем тут, ну, вызовем out, и она возьмет и поменяет этот терминал? На что? Ну, просто какие-то строки в нем изменят. В смысле? А вот эта программа не так работает? Она изменила в нем какие-то строки? Это тот же терминал. В смысле? Ну, он один и тот же. А, я понял. То, что он... А, дело в том, что у терминалов специальный был режим запомнить два экрана. Основной и дополнительный. Ровно для того, чтобы запустить программу, поработать, а потом вернуть все как было. Как бы сменить рулон временно, а потом вернуть обратно. Этой штукой пользуются. У некоторых был такой режим, у некоторых не было. И этой штукой пользуются Cursus. Он говорит, сейчас мы все нарисуем, а потом выйдем обратно. И это вас обмануло. И Вим то же самое делает. Да, именно. Он на них же и написан, на этих курсах. Или на сланге, кстати. Сейчас посмотрим. Спасибо, да. Спасибо, что спросили. Действительно, это спроста непонятно. Похоже, на сланги он написан. Нет, а на чем? А я не понял. Ладно. Но курсами он не пользуется. А чем же он пользуется? Жжж. Что? Желез. Вот. Нет. С этим самым. С Брэм останется самому все это сделать. Но что-то я не вижу сейчас на вскидку этой библиотеки. Сейчас, может, давайте попробуем Вим минимум какой-нибудь. Может, там он не будет слить? Ну вот, нет, это вряд ли. Сокращение. Не знаю. Сокращение спрашивает, почему в Виме есть GL и GTK. Потому что Gwim и Vim это одно и то же. А в этом Виме, конечно, есть GL и GTK. Как иначе он работает. Вот. Честно, не знаю чем пользоваться. Давайте я не буду сейчас ресерчить, а что именно из среди этих библиотек является терминальной. Лептинфо. Все просто. Терминфо. Он не пользуется курсами, потому что модель прямоугольника у Вима своя собственная. Но он пользуется терминфо. Иначе как бы он работал. Вот. Вот и ответ. Все казалось просто. Мы к этой теме еще будем возвращаться. Но кому интересно, можешь почитать статейку, которую я как раз написал к одной из этих лекций под названием о компоновке программ. Потому что тут довольно много. И, как видите, принимаются заказы о продолжении разговора. Так что, если вам там что-то захочется добавить или, например, узнать от меня, то бога ради. Вот. Тут человек с вызывающим ником «Пиво течет во мне, и я един с пивом» задает очень сложный вопрос, про который я не могу ответить. Возможно, одно причина другого. Можно сразу приоттащить к исполнению дебаг на лету, плюс видеть какие-либо задействованные, желательно, графовым деревом, ежели нет ничего внятного и красивого, я поищу на следующей лекции. Поищите, пожалуйста, потому что, наверное, от вашего ответа будет зависеть и мое понимание вашего вопроса. Вот. Я, правда, не очень понимаю, что вы хотите, видимо, всего сразу. Вот. Но с дебагом все в Linux будет очень кондово. Самое главное, что у нас, если вы помните договоренность о текстовом интерфейсе, да, вот именно этим TUI мы и будем пользоваться по возможности все ближайшее время. Курсична только старая библиотека, что по умолчанию она работает с однобайтными кодировками. Если мы сейчас сюда напишем, вот в эту программу напишем что-нибудь типа вместо ку-ку напишем что-нибудь типа слово «привет», это не «привет», вот это «привет», то у нас будет преследовать некоторое разочарование. Вот. Почему так? Потому что с точки зрения курсов некоторые символы являются какими-то специальными. Короче, поскольку мы работаем с кодировкой ASCII, да, все, что в нее не входят, не работают. Мы с вами помним, что в действительности в линуксе используется… Это был не «привет». Да что ты будешь делать? А! Давайте сделаем так. Так же проще. Так же проще. В линуксе используется кодировка многоубавительная, которая называется вот F8, и об этом нам говорит слово «локейл». Вот. Вот это вот «привет». Видали, сколько там байтов в слове «привет»? Да? Сейчас найдем это место. «р», «р». Видите? «пр». Нет, это не «п». А! «П» большое, да. «П» большое, «р», «и», «д», «0b8», «ve», «t», восклицательный знак. В данном случае все буквы занимают по два байта. Вот. И у обычных курсов сносит крышу. Вот. А для того, чтобы написать программу на русском языке, нам нужно, во-первых, использовать библиотеку курсис, которая умеет в многобайтные символы. Она называется курсис V от слова white chart. Вот. И, во-вторых, нам нужно самой программе при старте указать, в какой локале она работает. Если нам все равно, мы можем сказать, работай в той локале, которая и так есть. Локаль. Это настройка, адаптация вашей исполняющей среды к языковым и государственным, там неправильное слово государственным, региональным, спасибо, регионально-языковым предпочтениям. Туда входит язык, причем в разных регионах один и тот же язык может быть немножко разным. Туда входит представление времени, денег, что тут еще. Язык сообщений, размер бумаги по умолчанию, формат адреса телефона, единицы измерения, ну и так дальше. Это то самое, что Windows предлагает выбрать, когда выбираем раскладку клавиатуры? Мне кажется, что Windows при выборе раскатки клавиатуры предлагает выбрать раскладку клавиатуры. Но я могу ошибаться. В Windows все бывает. Может быть, он при выборе раскладки клавиатуры предлагает выбрать локаль. Может быть. Я готов поверить. В Linux все, в общем, проще, как вы видите. Там есть два класса переменных, которые LC и ланг, которые, я не помню, чем точно отличаются одно от другого. И то, и другое про язык. Вот ланг и LC условно messages, но LC messages влияет только на сообщения ваших программ. А вот мы, кстати, про это будем, у нас будет целое занятие про локализацию. А ланг мне говорит о том, на каком языке происходит все. Ну, в общем, я, правда, сейчас не вспомню, чем они в точности отличаются. Ну, вот локаль. Нет, конечно. С какой статьей меняться? Страна-то у нас как была, так и осталась. Языковые предпочтения расстались. Это просто буквки у вас с клавиатуры другие лезут. Раскладка не имеет никакого отношения. Я, собственно, и пытался сказываться. Ну вот, давайте мы модифицируем тогда нашу программу, наш привет. Дописав сюда что? Дописав сюда вызов локали. Во-первых, нам нужно проинклюзить локаль H. Вот. Что такое? Кто-то так страдает. Прямо как будто вот что-то, что-то происходит нехорошее. Громче. Питон был вчера. До вас только дошло, что это не питон? Вот как бывает у людей. Прошло. А, уже прошло. Я хотел сказать и час, а не прошло. Прошел час, как это. На четвертые сутки индейец зеркий глаз обнаружил, что четвертой стены в темнице нет. Ну вот как-то так, да. Нет, это не питон. Этот курс называется, об этом я говорил с самого начала, о разработке приложений под Linux. Вот. Разработка приложений на питоне будет в следующем семестре, между прочим. Будет, и там будут похожие темы. Да, ну что мы хотели? Мы хотели включить сет локаль. Где, где? Ах, вот оно в чем дело. Нет, погодите. В расписании спецкурса теперь по-другому сделано. Там теперь в один день два питона, одни совершенно одинаковых, только в разное время. Так, ладно, проехали. lc all, ничего. Значит, вот такая конструкция, напоминаю, вот такая конструкция нам устанавливает просто дефолтную локаль. Ну что, давайте попробуем. Что, не стоит? Давайте пойдем тогда на Linux.prag. Сейчас. Ау, секундочку. Sorry. Дело в том, что я по глупости... О, боже. Я по глупости сейчас выполнял все задания прямо на своей рабочей машине, а обещал же это делать на машине, на машине, которую я для практику мы завел. Вот. Ну, в смысле, не для практику, а для выполнения домашних заданий по этим лекциям. Вот сейчас мы туда сходим, и там все будет уже готово. Хотя, в принципе, я, наверное, мог бы сейчас поставить просто эту библиотечку-то. Что там? Что нам стоит? Да? Давайте поставим. А-а-а! Не все так просто. Ой, убежал. Я терминал убежал на другое окно. Так. Что нам нужно поставить? Lib. Incursus.v.divel Мне кажется, так. Чтобы вы понимали, что ничего военного в организации, организации своего рабочего окружения ровным счетом нету, вот, прям совсем ничего. Вот. И мы можем смело вот сюда делать, вот давайте вернем это на место. Вот. Ну. Сейчас. Сейчас. А как мы это сделали? Мы же где-то были в каком-то каталоге. Э? Нет? Ммм. Ээээ. Я забыл. Нет. О! Так. Ну еще раз. О! Другое дело. Да? Давайте посмотрим. Вот она. Incursus.v. Давайте запустим. Та-дам! Вот. Значит, две вещи. Первое. Использовать библиотеку, которая умеет в WhiteChart. И второе. В нашей программе прописать тот факт, что какая именно локаль установлена. по умолчанию он будет все равно считать, что локаль никакая, то бишь дефолтная, c, так называемая. Или yen, 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 yen. И опять будет рисовать ту же ерунду. Возможно, прослушиваю, но откуда это название для локаль, или там не можешь пописать? Там все просто. Нет. Вот это название откуда берем? По умолчанию. Видите? Оно никакое. А lc all это? lc all это переменная, которая перегружает все сразу. Вот. Все переменные типа lc можно перегрузить единым махом, чтобы не писать их 20 штук. перебив вот этот lc all. Вот это вот уже более развесистый код. Сколько у нас времени? Осталось 20 минут. Успеем мы его руками написать? Ой, нет, у нас еще make. Давайте мы тогда руками этот код писать не будем. Мы его скопипастим. Мы его запустим. Мы его почитаем. Мы его запустим. Вот. И посмотрим, что получится. В этом коде используются разные, ну, такие приятные функции библиотеки in-curse. Например, функции рисования окна и работы внутри окна. Вы можете несколько окон расположить и в каждом из них выводить что-то. То есть вам необязательно иметь одно большое окно. Вот. Так, давайте для начала посмотрим на него. InitScreen мы знаем, что такое. Но эхо. С этих пор клавиш, которые вы нажимаете на клавиатуре, не будут ображаться на экране. Почему? Да потому что на самом деле их отображает вам операционная система. Вы вводите что-то, дальше что-то происходит и в какой-то момент операционная система решает нет, надо вывести. Вот. И символ приходит? Нет, и символ приходит. Но обратно его кто выводит? Операционная система. Или не выводит? Ну, давайте я вам покажу. Смотрите. Под стандартный подводок. Минус эхо, да? А, он его сбросил. Ща. Я выключил конкретно ручками способность терминала выводить то, что ты вводишь, и получается вот такая вот фигня. То есть это команда терминала. Это свойство, ну, это терминал, это и есть операционная система. Мы про это говорили с самого начала. Терминал это такой способ обработки байтов при вводе-выводе. Им занимается, этой обработкой занимается операционная система. Эмулятор терминала, например, кутерм, который мы пользуемся, он с этой стороны лежит. Да? Вот это, это свойство операционной системы. Класс. Ну вот, это что касаемо этого самого ноэха. Сибрейк, это еще одна прикольная фича, связанная вот с чем. Помните, мы редактировали командную строку, и пока мы не нажмем Enter, операционная система, не, не операционная система, а программа, которая вводит, не знает, что мы вообще что-то ввели. Мы ее можем даже и дактировать в это время. Сибрейк, это так называемый режим позначной активации. Каждая нажатая вами клавиша немедленно передается в считывающую программу. Только тогда вы можете нажать, допустим, стрелку вверх, и у вас эта стрелка вверх обработается. Иначе вам будет нужно нажать стрелку вверх, еще и Enter после этого. По умолчанию, метафора пишущей машинки. Набираем строчку, нажимаем перевод строки. И вот этот перевод строки засылает ее в компьютер. И только если мы включаем режим T-брейк, все работает по-другому. Дальше мы создаем окошечко нужного размера. Включаем функцию Keypad. Функция Keypad. Вы сейчас увидите, что это такое. Это перевод тех Escape последовательностей, которые получает наша программа, в символическое обозначение тех, например, функциональных клавиш, которые есть в Terminfo. Мы можем просто побайтно считывать Escape, там, G, O, или что-то, O, Escape OS, да? А можем смотреть, O, это же Escape OS, а у нас в Terminfo написано, что это клавиша F4. Keypad включает такой режим. Сейчас мы, кстати, проверим разницу. Ну, всякие плюшки и бонусы. В этом окне, сколько бы вы не выводили строк, оно будет скролиться, как в настоящем терминале, только внутри окна. Верхние строки будут пропадать, при переводе строки они же не добавлятся. Рисуем картинку. По сути, включение режима интерпретации. Перевода на интерпретацию там никакой не происходит. Просто мы можем вводить по байтикам, и по байтикам же и выводить. А можем дожидаться, пока пользователь затупит и остановится, а потом смотреть на то, что он успел ввести, и попытаться перевести, пользуясь Terminfo, на нужный язык. Вот. Box — это просто нарисовать прямоугольничек, красивый, псевдографикой. Вмув — это просто переместить внутри окна курсор по нужному положению. Координаты в окне относительные, очень, опять-таки, удобно. 0,0 и пошло, значит, перемещение. Вот. Ну а дальше вечный цикл. Вводим что-то. Обратите внимание, внутри окна, то есть если у нас формально фокус не в нем, то эта функция не сработает. Выводим внутри окна, что мы выводим? То, что мы ввели, и ее перевод того, что мы ввели, на язык Terminfo, а вдруг мы ввели прямо эскип-последовательность. Вот. Поскольку все-таки библиотека низкого уровня, мы снова рисуем весь экранчик. И вот тут интересная вещь. Обратите внимание на слово Very Fresh. До тех пор, пока вы либо не запустите ввод, либо не напишите Very Fresh, содержимое экрана не изменится. Вы можете сколько угодно туда выводить, пока вы не скажете, ну все, покажи теперь это пользователю. Вот это сколько угодно не будет передаваться на экран вашего компьютера, а будет в том самом прямоугольнике в голове библиотеки Encurseys накапливаться. Вы можете туда гигабайт вывести. Нет. У нас есть прямоугольный буфер, который виртуальный, который заполняется какими-то символами. И вот пока он только заполняется, ничего не выводится. Вы можете туда напихать целый гигабайт. Как объекта, может быть, я с ним не вывели. Затереть предыдущие, разумеется. Вы можете напечатать одну и ту же букву на одном и том же месте миллион раз. Почему нет? Он будет знать, что там миллион раз. Нет, конечно. Он будет знать то, что оказалось на этом месте последний раз. И только после того, как вы сказали обновить, вот то, что в результате в этом прямоугольнике оказалось актуальным, и будет вывезено. Ну, разумно. Особенно разумно с учетом того, что вот этот вот терминальный доступ может быть по довольно медленным линиям. И гоняясь вот эти гигабайты, нет никакого резона. Ну и, собственно, вот. Для красоты. А, он тоже поедет от скроллинга. Если вы хотите нарисовать настоящее окно, бокс это не рамка окна, бокс это просто квадратик. Если вы хотите сделать настоящее окно, то, у меня был такой позыв. Надо их делать два. Внешне, в котором будет нарисован бокс, и внутри него, в котором будет скроллинг. И тогда вот это внутри не будет влиять на вот этот бокс снаружи. Ну, а тут я немножко зачитил. Я объяснил? Или нет? Да, сейчас покажу. А это все функции, получается, из инкурсиса? Да, это все функции инкурсиса. То есть маня не фея? Конечно. Томас очень, так сказать, я уже говорю, олдовый разработчик. Он вот все, все, что нужно, складывает в ман прям. Плюс там есть парочка очень крутых учебников, которыми можно воспользоваться. Ну да. Обратите внимание на боксы, на скроллинг. Да, бокс это вот рамочка. Вот. В действительности все происходит следующее. Да, вот, это функциональные клавиши. Обратите внимание на то, что я ввожу функциональную клавишу ту самую F4, но вместо escape, o, бла-бла, выводится номер этой клавиши. Видите, он больше 955. Это просто int, обозначающий номер, собственный номер соответствующей клавиши в ее маркировке термин фой. F1, F2, F3, F4. Вот они. Почему так? Потому что мы включили режим numpad. Если мы его сейчас выключим, то здесь будут просто escape последовательности вылезать. Сейчас мы это увидим. Чуть ли не самая основной задачей вот этой вот библиотеки является то, чтобы вот ее внутреннее представление не только просто вот таких вот чисел, а переводить в конкретные с кейппосределения. Совершенно справедливо. Конкретных терминалов и обратно. Плюс вот это вот дополнительный уровень абстракции с окнами, потому что самому все это высчитывать задолбаешься. Давайте мы здесь закомментируем кейпад и посмотрим, как это будет работать. Сейчас, 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 все по очереди. Давайте сначала закомментируем кейпад, посмотрим, что получится. Опс, я нажал на escape, черт. И он вышел по escape. Давайте здесь напишем вместо 27, напишем Q. Я нажал на F1, а оно начинается с escape, он тут же и вывалился. Ой, это был V. О, F4. Escape, скобка OS, как и предполагалось. F12, escape, скобка 24, тильдочка. Да? Это я выключил режим кейпад. Что происходит? Вместо того, чтобы дожидаться, пока пользователь затупит, а потом анализировать то, что он успел ввести, а понятно, что когда нажимаю F8, я же не вот так и нажимаю, оно очень быстро приезжает. Вот это очень быстро, потом интерпретируется, как одна единая escape-последовательность, которую можно найти в терминфо. Вот. Я выключил режим кейпад, и вот такая вот фигня. Нажимаю Q, а это не то Q. Вот. Ой, это тоже не то Q. О, заработало. Значит, давайте выбросим в бокс вот этот, да? Он ускролился. Уехал. Мы его каждый раз заново рисуем. Вот и все. Если вы хотите настоящее окно с рамочкой, вы их должны нарисовать два. Одно, на котором вы нарисуете бокс, и забудете про него, а второе внутри этого бокса, в котором вы будете организовывать скролл. А сам терминал, на котором мы работаем тоже? На такой же библиотеке, как мы написали? Нет, сам терминал, извините, он в графической системе X работает. В смысле? Ну, он рисует эти буковки. Вот. Что у нас там еще поплавило? Ой, слушайте, у нас пять минут на адовую совершенно штуку. Ну, вот я. Что будем делать? Будем страдать. Значит, смотрите. К этому заданию требуется написать makefile. Я думаю, что у многих здесь присутствующих был курс по осям в каком-то там, в третьем семестре, где makefile вы писали. Поэтому слишком много объяснять про makefile не буду, тем более, что на следующей лекции я буду объяснять про него слишком много. Но какие-то простые штуки нужно знать. Makefile состоит из целей и рецептов. Цель. Это вот, значит, вот так она называется. Дальше идет двоеточие. Табуляция. Символ табуляции. Про него придется сегодня поговорить. И дальше идет список исходников, то есть тех объектов, из которых формируется вот эта цель. После чего идет табуляция. Одна или как бы... И дальше строка, представляющая собой команду операционной системы, как эта цель формируется. Есть таких строк несколько, просто пишите их в столбик. После табуляции. Снова цель, двоеточие, исходные. Для этой цели ничего исходного не нужно, потому что это удаление мусора. Табуляция. Команда, которая удаляет... Тут сокращенец говорит, что в целях не обязательно табуляция. Сейчас проверим. Возможно. Вот. То есть вот тут не нужна табуляция. Вот тут нужна. Хорошо. Вот. Значит, давайте мы с целями экономии... Хотя, я, наверное, могу и так написать. Написать makefile, это не проблема. Да? Значит, как у нас называется наша программа? Называется win. С маленькой буквы, да? С маленькой буквы. win. win.se Отчитываю у меня такого цвета страшного. Вот. Нет. Все равно будет такого страшного цвета. Такая раскраска, извините. Давайте попробуем другую включить. Ну, она черная тогда будет. Так лучше? Ну, это да. Да что ж такое-то? А. О. Вот. Да? было лучше. А этот самый был, шрифт побольше был. Ну, хорошо. Давайте тогда сделаем, чтобы было видно. Да? Сейчас, сказать, нормально. Ну и отлично. win.se Как получается? Значит, обратите внимание на символ табуляции вот здесь. Да? cc. Откуда брать? win.se Мы могли написать win.se Вот тут вот. Вот. Минус o. Минус l. n-curse v. Минус o win. Ну, вот примерно так. А win. Заодно и clean напишем. Да? Можно отключить подсветку синтезиса, но я предпочитаю этого не делать. Обычно так лучше. Давайте clean напишем тоже. В знак того, что цели бывают не сборочные, а какие-то еще. rm-f звездочка тильда звездочка точка o звездочка win. Тут весь мушер, который я мог наплодить. Да? Make Incusis. Incusis v. Incusis. Вот он. Ну, мы его уже видели. А, это модифицировано, неважно. Make Clean. О. Ну, собственно, собственно, нам пока достаточно знать только это, что здесь стоит таргет, который будет как-то называться цель. Здесь стоит список исходников. Здесь стоит команда, которая его из них делает. А еще в домашнем задании понадобится этот самый клин, который удаляет весь лишний трэш. То есть то, что является генератом, что происходит при сборке из... Производится и сборки... При сборке из исходников нашего проекта. Теперь... Нет. По-разному. Зависит от... Зависит от... Как это... От многих свойств. Короче говоря, внимательно посмотрим на... Время... Да, отлично. Внимательно посмотрим на этот самый файл, на этот наш make-файл. Только вот минус с, конечно. Обратите внимание на то, что... Ну, кстати, давайте проверим утверждение, что здесь не обязательно быть табуляция, а может быть пробельчик. Это утверждение верно. Спасибо. Вот. Тем более, что вот мне сокращенец как раз просил это проверить. Но мне кажется, так хуже видно. Так виднее. Вот. Главное, чтобы табуляция должна быть вот здесь, вот в этом месте. И это, в общем, неприятность, которая состоит в том, что современное поколение вообще не понимает, что такое табуляция. Знаете, что такое табуляция? Отдельный символ со своим кодом, который нужен для чего? Короче говоря, когда были пишущие машинки, нужно было набирать на пишущих машинках таблицы. Таблицы, они устроены так, что нужно делать точный отступ, и с этого точного отступа начинать опечатать следующую колонку. Задолбаешься в голове вычислять, сколько ты символов напечатал и сколько еще пробельчиков нужно нажать, чтобы каретка встала на соответствующую колонку. Если ты работаешь слепой печатью, вот так вот, то тебе не надо подглядывать документ. Первое, о чем договорились, что табуляция равна 8 отступов, и мы что-то печатаем, нажимаем клавишу TAB, и наша каретка отъезжает на позицию кратную 8. Дальше, больше, появилась такая линеечка, на ней были такие прищепки, они назывались табулостопы, и люди вот этими прищепками отмечали места, на которых каретка остановится, когда ты нажмешь следующую табуляцию. Это позволяло опечатать, не глядя, печатать таблицы с разными размерами колонок. Итак, клавиши табуляции на печатной машинке, это штука, которая подгоняет курсор к нужной колонке, очередной. С тех пор ничего не изменилось. В терминале есть escape последовательности по переставлению этих прищепок и определению новых мест для табулостопов. Это никому нафиг не нужно, но они есть. Сам символ табуляции, который, будучи подан на экран, позиционирует курсор на позицию, кратную восьми, а точнее на место табулостопа, просто по умолчанию все табулостопы, кратную восьми. Ну то есть вот, ну буквально, смотрите. В таб, в таб, в таб, в таб. Нет, это не таб, вот это таб. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, таб. Да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, таб. Упс. Понятно, да? Вот. Это не восемь пробелов, это не эн пробелов. Это символ табуляции. Все нормальные редакторы давно уже с этим адом борются, потому что понять, если кто-то из вас смотрел лекцию вступительную по паратигам программирования, я там приводил в пример прекрасный язык программирования, который называется white space. Это язык программирования, алгоритмически полный, обеспечивающий стековую машину, в котором валидны только три символа, пробел, табуляция и перевод строки. Вся программа состоит из этих трех символов. Читать такую программу отдельное веселое занятие. Так вот, читать программу, в которой есть то пробелы, то табуляции, тоже отдельное веселое занятие. Поэтому все современные редакторы это дело обычно упраздняют и превращают табуляции в пробелы. Настолько это активно и настолько питон уже занял мозги всех, настолько питон занял мозги всех, кто мог вообще это сделать, что все думают, что табуляция занимает четыре пробела, а она занимает не четыре. Так что вот, когда вы делаете makefile, обратите внимание, чтобы ваш редактор не превращал табуляции в пробелы, работать не будет. Смотрите, как это ни печально, работать оно не будет. Видите, нам даже Vim это перекрасил. Фиг знает. Не должен. По идее, именно питоновский айдл должен все превращать в пробелы, потому что ребята из Python community, как это правильно сказать, очень много страдали из-за смеси табуляций и пробелов в коде на питоне. И в современном стандарте считается, что табуляции не должно быть в коде на питоне. Да, только пробелы. Поэтому вы используете, либо настраиваете редактор так, чтобы он это делал, либо используете другой редактор, вот, например, Vim это, конечно же, умеет, либо есть такая пилюля, по крайней мере, в Gnu make она есть. Вы можете вот так написать. Вы можете написать точка Recipe префикс, префикс рецепта равняется, и дальше произвольный символ. И да, вместо табуляции. И это будет работать. Давайте проверим. Сокращенницы издеваются над питончиками. Сначала ввели значащие пробелы, а потом сами же страдали от табуляций. Все так. Ну что, какой символ назовем Recipe префиксом? Не такой уж у нас богатый выбор на самом деле. Давайте проверим. Естественно, Vim к таким выборкам не готов. Он не готов интерпретировать это как makefile, он все перекрасил. Но, по крайней мере, если у вас есть Vim, то у вас есть табуляция. It works. Вот. То есть, если у вас жизнь столкнулась с таким редактором, который упорно превращает табуляции в пробелы, а еще вы хотите им редактировать питоний файл, то, наверное, надо вот эту таблетку использовать, это будет работать. Ну, то есть, кстати, вы сюда можете вставить табуляцию, и никто не помешает. Разумеется, все будет работать, просто она будет считаться обычным разделителем. Вот. Такие дела. Удивительным образом мы успели абсолютно все, потому что вот домашнее задание. Обратите внимание на форму выполнения домашних заданий. У нас есть гид-репозиторий с отчетами. Вы уже одну такую домашку делали. В нем мы создаем подкаталог с названием нашей лекции. Он копипастится вот отсюда из урла просто. Вот отсюда. Вот. Изучаем документацию onCourses и пишем вот такую программу. Это программа просмотрщик файлов. Здесь, вот на этой гифке приведено чуть больше функциональности, чем я просил, потому что тут есть еще смещение вправо, смещение влево. Этого в основном домашнем задании нет. Просто если вам понравится, можете это реализовать. Вы запускаете программу с именем файла, открываете его, его надо просматривать в окне. При нажатии пробела нужно прокручивать файл назад, при нажатии escape выходить. Вот. Если у вас, да, сделать к нему makefile. Тут написано сделать make clean? Не написано. Ладно, в следующий раз сделаем. Вот. Не забудьте опубликовать решение в репозитории, потому что это есть ваше домашнее задание, его надо делать вовремя. Дедлайн у нас составляет 6 дней. Если вам стало интересно, то есть если вы хотите освоить программирование под текст-ьюзер-интерфейс, you are welcome сделать что угодно. Вот так. Или вот так. Сейчас мы мастером поменьше. Тут я уже и цвет ввел, видите, и русские буквы ввел. Это, кстати, сама программа, сама себя просматривает. То есть это вот та самая программа, которая сейчас работает. Вот. Ну, в общем, понятно, да, как бы, как говорила госпожа Белладонна, меньше можно больше ни-ни, только наоборот, да. Больше сделать можно меньше, чем вот это, ну, как бы, нехорошо. Вопросы? Вопросов нету. Значит, смотрите, расскажите вашим товарищам о том, что у нас тут вообще-то интересно. Вот. У меня явно маловато пяти человек, один из которых пришел бы на питон. Вот. А, нет, шести человек, спасибо. Арсений нам сильно помогает, спасибо ему. Вот. Мне кажется, что чем больше будет тут народу, тем будет веселее. Ну, и, как бы, возможно, возможно, как бы, чтение, вернее, прослушивание записи в записи, это не такая живая штука, как, вот, общение непосредственное. На этом, видимо, все. Тут человек говорит, ставим на паузу и копипастим. Окей, ставьте на паузу и копипастим. Я не знаю, зачем это вам нужно. Задача же не в том, чтобы решить, а в том, чтобы, не так, не в том, чтобы отчитаться, а в том, чтобы научиться. Вот. Вопросов в чатике я тоже не вижу. Спасибо всем, участвующим в чатике. В следующий раз мы тогда разбираемся более конкретно с мейкфайлами, уже так, кондово. И делаем первый большой проект, который будет там за собой подчищать вот это все. Кажется, у нас тематика такая, давайте посмотрим. Но мне кажется, что да. Так. Давайте посмотрим, что было в прошлом году. Да. Это уже настоящий мейк. Мы будем говорить про линковку, про многофайловую сборку и про использование мейка для сборки больших проектов. Все. Всем тогда спасибо. Вот. Всем, всем до новых встреч. И я надеюсь, что в следующий раз у нас тоже ничего плохого не произойдет, как не произошло, но в этот раз. Все. Спасибо.